Семинар «Нарада по охове працы» прошел на базе Новобелецкого комбината хлебопродукта. У делу им приняли керовники и головные инженеры 50-ти предприемцев города. Под обязанностями Володы Яуген Пабалавец. Новобелецкий филиал открытого акционерного товарства «Гомель хлебопродукт» выбранный для проведения семинару не выпадково. По вынеках минулого года предприемство заняло первое место в районе и в городе по пытаниях оховы працы. Тут створена целая система по этому на керунку, что даест на учебыник. Усе вокна заменены на пластиковые, забетонирована подлога у цехах, сучасное обсталявание, отповидая усім нормам безпеки, проводится аттестация працовных местов. Як выник, в 2015 году тут не допущено ни одного выпадку отримания работниками предприемства тяжких травмов и тем больше смиротных выпадков на вытворчестве. Профессиональным заболеванием стало меньше людей посещать, уходить на больничные. И тяжелые, где-то будем говорить, сократили и искоренить практически пытаемся. За прошлый год было потрачено на охрану труда, на все мероприятия, которые проводили в пределах 6 миллиардов рублей. Гэты сродки взяты с чистого прибытку предприемства. Не глядяши на вядомая проблему в экономице, тут працують у плюс. Прибыток дозволяю створать достойные умовы для своих работников. Есть своя столовая и покой для приема ежи для тех, кто отдае перевагу домашним стравам. В перспективе тут плануете открыть массажный кабинет. Удельники пахаджаются. Подобные сустречи дозволяют переймать лепший опыт и распаусюдживать его по усім промысловым предприемствам города. Работа опошних годов у гэтым накерунку дае плен. Если говорить о конкретных цифрах, то в 2016 году в городе Гомеле не зарегистрировано несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. В сравнении с 2015 годом за этот же период было зарегистрировано уже три несчастных случая. За опошние три годы только одна справа по факте працованного травматизма дошла до суда, коли была доказана вина отказной особы. У большинства выпадков такие оздарения отбывались из-за человеческого фактора типа внешних причин. Радуюсь, чтобы хотя бы должностные лица, которые были ответственны за соблюдение правил охраны труда, в тех случаях, когда работники причинялись тяжкие телесопореждения, либо смерть наступала, по крайней мере не по прямой вине должностных лиц. Конечно, в любом случае это упущение, они наказывались эти лица, но без уголовной ответственности. Як подкресливают специалисты, у пытаниях оховы працы нема дробязев. Сучасная вытворчасть и обсталявания обовязывают коровниковы и специалисты утримать пытания на жорстком контроле. Явген Паблавец, Валерий Хапанько, телерадокампания «Гоми»